Музыка Приветствую вас еще раз, братья и сестры. Продолжаю благодарить Господа за эти замечательные дни. Нашего с вами совместного здесь времяпровождения, в общении, в слове назидания, в том, что мы ходим отдыхать. Господь нам послал даже сегодня чудесную погоду. Я сегодня снимал видео. Господь позволил, что в этом году у нашей семьи есть балкон, аж на четвертом этаже. И я как раз готовился и пошел такой ливень вот этот мощный. Я аж не выдержал, вышел на балкон, начал снимать на камеру. Да, он был холодный такой, осенний какой-то, но он был красивый, потрясающий, потому что он послан к Господам. Господь наш милостив, Он нас любит. И как мы говорили вчера, что мы блажены, счастливы, мы пребываем в мире и в покое, если принимаем Его волю в нашей жизни. Сегодня по плану должна быть уже другая тема в контексте духовных даров и их служения. Но есть моменты, которые я вчера упустил в вопросе, как определить свой духовный дар. И еще один вопрос я не разобрал, который был по плану. Этот вопрос звучит так. Какие есть проблемы, когда люди, проблемы пренебрежения верующими духовными дарами. Это займет у нас буквально минут 5-10. Мы чуть-чуть коснемся вчерашнего вопроса. А вчерашняя тема, это было продолжение той темы, которую начал брат Георгий. И, наделенной во Христе Иисусе, способностью служить Богу посредством духовных даров, дарованным нам от Господа. И вот что касается вопроса, о чем я бы еще хотел сказать. Вопроса, как определить духовный дар. Особенно, когда люди, новообращенные члены церкви, задаются вопросом Господу, служителям, сами себе. Где мне найти то место в церкви, где я могу послужить? Я бы посоветовал еще бы таким братьям и сестрам, которые хотят служить, ищут себе место. Пробуйте себя. Это не говорит, что сразу же попробовать быть ответственным за то служение. Попробовать быть ответственным за то служение. Вот появилась где-то какая-то ниша, какая-то нужда в церкви. Будь то в служении детям, воскресная школа. Учителя, учители воскресной школы просят, чтобы брата или сестру просят помощи у церкви. Если у вас есть возможность, если у вас есть желание, к примеру, но вы не знаете, есть ли у вас дар служения детям, попробуйте. Походите один-два дня в воскресную школу, попробуйте послужить детям, может Господь вам там откроет. Не получится, не расстраивайтесь. Страшно, когда вы считаете, что вы можете служить, что вы уверены, что у вас есть это да, а Господь вам не дал этого дара. Вы приняли решение быть ответственным за это служение, церковь возложила уже на вас конкретно эту ношу, а получилось так, что... А попробовать себя, когда кто-то несет ответственность в каком-то служении, не стесняйтесь, пробуйте, и Господь вам покажет. Даже если где-то в одном у вас не получилось, вы не увидели себя там, в другом, настанет время, Господь вам покажет. Ваше место, то уникально. И хотелось бы, вот я вчера об этом хотел сказать, когда тоже обращался к молодым, которые хотят видеть себя проповедниками, пастырями, служителями, в таком официальном, публичном служении нести. Может быть вы слышали, есть сейчас тесты по определению своего духовного дара. Мое мнение, но говорю это мое мнение, у каждого может свое мнение по этому вопросу. Что для того, чтобы этот тест показал истинный тот дар, который вам даровал Дух Святой, надо, чтобы на эти тесты отвечал Господь, а не вы. Потому что если вы хотите быть пастырем, то вы ответите на этот тест так, что этот тест покажет, что у вас есть дар пастыра. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы тест показал истинное положение, истинный ваш дар, то надо, чтобы на этот тест отвечали не вы, а Господь. Вот. Это то, что я хотел сказать еще касательно вопроса, как определить свой духовный дар. Теперь еще второй вопрос в контексте темы, наделенной во Христе Иисусе, способностью служить Богу посредством духовных даров, дарованным нам от Господа. Вопрос следующий. Проблема пренебрежения верующими духовными дарами. В принципе, мы много вчера об этом говорили, но не в контексте этого вопроса, а в контексте, как определить свой духовный дар, как довериться воле Божьей, что для этого надо. Есть два вида пренебрежения духовными дарами. Это когда я пренебрегаю своими дарами и когда я пренебрегаю дарами других в церкви. Также пренебрежение собственными дарами тоже можно разделить на два вида. Это когда я не принимаю от Господа те дары, которые он мне даровал, и я хочу другие дары. Я стремлюсь всячески получить те дары, служить там, где Господь меня определил. Есть такая форма пренебрежения. И мы вчера о ней говорили, что этот человек пренебрегает волей Господа в своей жизни, пренебрегает тем уникальным местом, которое Господь ему определил. И тем самым это приводит к тому, что человек подвергает сам себя мучениям в этих вопросах. Но есть также, когда человек абсолютно вообще пренебрегает своими дарами, дарами духовными в своей жизни. Это когда человек, может быть вы наблюдали, ну я не знаю таких конкретных примеров, но может быть есть люди такие в церкви, может быть среди пожилых есть такие, среди уже, среди тех, которые лет 10, 20, 30 ходят в церкви. И вот они просто посещают, они члены церкви, но они вообще никак не служат. Они вообще категорически пренебрегают теми духовными дарами, которые точно есть у них от Господа. Они только очень часто потребляют другие духовные дары, другое служение. Это очень страшное пренебрежение таким человеком своих личных духовных даров. И это происходит по той причине, что человек в данный момент, может быть он когда-то и был рожденным свыше, но в данный момент у него проблемы пребывания в Господе. И этому человеку его не заставишь служить, не заставишь принимать активное участие в жизни церкви, пока он не решит свой вопрос пребывания в Господе. Проблема исходит отсюда, потому что человек находится вне Господа. Мы говорили, что есть две формы пренебрежения. Перенебрежение собственными и вторая форма пренебрежения дарами чужих. Пренебрежение дарами других членов церкви, пренебрежение дарами братьев и сестер. Ну, если человек пренебрегает другими дарами, это часто происходит, когда человек надмивается над кем-то, не принимает дары, что человек, другой брат и сестра тоже может принимать участие в служении, не согласен то, как он это делает. Конечно, опять мы говорим, что это у такого человека проблемы пребывания во Христе, проблемы с Господом. Я бы больше хотел обратить внимание на человека, который находится в ситуации, когда его даром пренебрегают. Когда он находится вот в таких некомфортных ему ситуациях, стесненных обстоятельствах, может быть даже это доходит до формы скорби, что его дарами пренебрегают конкретный человек, либо может быть даже группа людей в церкви. Я бы хотел таким людям, для таких людей, чтобы посмотрели на следующее место Писания. Это послание Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Примите это, как если вы находитесь в такой ситуации, когда вашими дарами пренебрегают, как-то к вам относятся с надмением. Примите это, как испытание от Господа. И если вы даже вот в таких стесненных обстоятельствах уже находитесь на каком-то пике и не знаете, что делать, то вспомните замечательное свидетельство брата Николая Ивановича, когда он находился на пике, на таком эмоциональном уже пике, когда у него становился вопрос с принятием присяги, и он обратился к Господу, Господь, покажи мне выход, покажи, как мне действовать. И обратитесь к Господу, доверьтесь к Господу, потому что ничего без контроля Господа в вашей жизни не происходит. И если вы находитесь в таких вот стесненных обстоятельствах, кто-то как-то к вам поступает, кто-то пренебрегает вашими дарами, это происходит под контролем Господа. И не думайте, что Господь вас не любит. Скорее всего, что в этот этап вашей жизни вам надо пройти испытание, и мы с вами читаем вот в третьем стихе, а зная, что испытание вашей веры производит терпение. И в четвертом, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Это терпение, которое происходит в результате различных скорбей, в том числе и когда кто-то, может быть, к нам относится эгоистично, оно служит, вот это терпение, которое вырабатывается в результате этих ситуаций, служит для того, чтобы наша вера крепла. Господу видней, доверьтесь Господу. Доверьтесь Господу и даже в этой ситуации. И Господь, вот зная пример, зная пример, многие примеры и Слово Божьего. И вот был яркий пример, брат Николай Иванович доверился Господу, и Господь вывел его из этой ситуации. И для чего-то, как мы видим из свидетельства брата Николая Ивановича, для чего-то Господь его поместил, для того, чтобы его вера окрепла. Ну это, в принципе, все, что Господь мне открыл по тем двум вопросам, как определить свой дар и проблемы пренебрежения верующими духовными дарами. Переходим с вами к следующей теме. Но прежде чем назвать, озвучить эту тему, я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, что есть от Духа Святого абсолютно у каждого человека, который уверовал в Господа? Будь то, не знаю, инвалид какой-то в церкви, будь то крепкий, здоровый брат, который может там, не знаю, в одиночку развалить и построить дом. Будь то пастырь, будь то подросток, который только уверовал, принял Господа. Что есть абсолютно у каждого от Духа Святого? Дар веры. Замечательно. А кто-то что-то еще сказал? Любовь. Дар веры, да, тоже это от Духа Святого. Он своей державной силой воспроизводит в нас веру. Этой верой мы принимаем Господа Иисуса Христа, той верой, которая нас воспроизводит, да. И в результате того, что мы принимаем Иисуса Христа, мы получаем Духа Святого, и вместе с этим Духом Святым, в первую очередь, самый основной дар в полном наштабе нам дается. Это любовь. Это любовь. Тема, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, изучать, звучит так. Наделенный способностью во Христе служить с любовью и по мере сил, которые мы имеем от Господа. Давайте с вами откроем послание к римлянам, пятую главу. Будем читать с первого по восьмой стих. Послание к римлянам, пятая глава, с первого по восьмой стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность от опытности надежды. Опять, параллельное местописание, то, что мы читали в Иаковах, ну, если опять обратить взор на тех, кто находится в каких-то стесненных обстоятельствах, о скорбях. С радостью принимайте. Ну, это, конечно, трудно, но если мы в Господе находимся, если мы Ему доверимся, то мы сможем с радостью принять и те скорби. И мы тоже здесь видим вот этот вот механизм действия Господа через скорби в нашей жизни. Зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда. И вот дальше, пятый стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь излилась в нас Духом Святым, данным нам. И слово «излилась» – вот этот глагол отображает, что любовь мы имеем в полном масштабе, в полном объеме, в достаточном объеме, благодаря Духу Святому, который вошел в нас. Поэтому мы смело, может быть, даже где-то в Слове Божьем, я не помню, чтобы любовь называлась даром Духа Святого, но исходя из этого стиха, мы смело можем говорить, что любовь – это дар Духа Святого. И это… Мы будем с вами дальше читать другие местописания и увидим, что любовь – это основной дар Духа Святого в жизни верующего человека. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог есть любовь. И то, что Он есть любовь, Он доказал это на кресте. Когда Он оставил славу небес, когда Он оставил свой престол, когда Он принял плоти кровь, подобно нашей плоти и крови, и воплотился в теле Иисуса Христа, и аж до смерти на кресте пострадал за наши грехи. Пролил свою святую кровь для того, чтобы этой кровью очистить нас от всех наших согрешений. Воскрес, победив тем самым нашу с вами смерть, сел одесную Бога Отца, и в день Пятидесятницы, и до сих пор изливает на всякого верующего, Духа Святого, через которого мы имеем любовь, в первую очередь любовь, а потом уже основные другие дары, дары для служения, дары Духа Святого. И вот эта любовь, которую мы получаем в результате того, что мы принимаем Иисуса Христа своим Господом, принимаем веру, мы получаем любовь, и этой любовью мы можем служить друг другу. Мы не просто можем служить друг другу этой любовью. Это естественное состояние верующего человека служить любовью ближнему своему. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 22 главу, и прочитаем с 37 стиха, с 37 по 39. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 39. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Первая заповедь Божья – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». И если человек исполняет эту заповедь, это возможно, когда человек, соприкасаясь со Словом Божьим, с истинной об Иисусе Христе не сопротивляется, тогда, как сказала сестра, мы получаем веру от Господа, Господь воспроизводит своей державной силой в нас веру. И мы этой верою начинаем любить Господа. И вера только тогда в полном объеме действует в нас, только тогда мы в полном объеме пользуемся той благодатью, которую мы имеем во Христе Иисусе, когда мы Христа любим больше всего, когда Он становится в нашей жизни на первом месте. И у нас, кстати, сразу же возникают проблемы, когда Иисус Христос уходит с первого места в нашей жизни, и на это место становятся какие-то другие моменты. Слово Божие их называют идолами. И вот когда человек принял Иисуса Христа, полюбил Его всей своей душой, всем своим разумением, Дух Святой в Него вселяется, Христос начинает обитать в Нем, и вместе со Христом, вместе с триединым Богом в Нем начинает обитать любовь, и человек начинает быть способным соблюдать вот вторую заповедь, подобно первой, возлюбив Бижнева Твоего, как самого себя. Поэтому мы здесь с вами очень хорошо видим, что вот та любовь, которую мы имеем с вами от Христа Иисуса в полном объеме, мы можем ей служить, и мы не просто можем ей служить, а это заповедь от Господа, чтобы мы служили друг другу любовью, чтобы мы любили друг друга. Очень хорошо о любви к друг другу, о любви к ближним своим говорит апостол Иоанн, Господь через апостола Иоанна в своем первом послании. Прочитаем некоторые отрывки из этого послания, которые очень хорошо отображают наличие любви в нас, как эта любовь действует, что происходит, если эта любовь Божья есть в нас, если мы любим Господа Иисуса Христа, и что с теми людьми, в каком положении они находятся, если они не любят ближних своих и не поступают по любви. Первые два стиха. Первое послание Иоанна, вторая глава, 9-11 стих, с 9 по 11. Первое послание Иоанна, вторая глава, с 9 по 11. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Даже комментировать не стоит. Третья глава этого же послания. Все будет из первого послания Иоанна. Третья глава, 11-12 стихи. «Ибо такое благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные». Это же глава 3-я, 15-й, 18-й стихи, с 15-го по 18-й. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным». И еще два стиха из этого же послания, из 4-й главы. 4-я глава, 8-й, 9-й стихи. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Первым нас возлюбил Бог. И если мы на эту любовь отвечаем своей любовью к Нему, то в результате этой взаимной любви Господь нам дарует Духом Своим Святым в полном объеме любовь, которой мы можем служить друг другу, с помощью которой мы можем соблюдать ту его заповедь, о которой мы с вами читали, чтобы мы любили ближнего. Проявление любви к ближнему – это тоже служение в церкви. Вот то соблюдение этой заповеди – это тоже служение каждого из нас, которое может служить абсолютно каждой, тем даром, который есть абсолютно у каждого верующего, любовью. Приведу пример, как можно послужить любовью. Вы знаете, вы, может быть, когда-нибудь сталкивались, но меня очень хорошо знает моя жена, очень хорошо. Я хочу взять свой пример из жизни, чтобы никто не подумал, если я буду какой-то абстрактный брать пример, кто-то не подумал вдруг на себя, что я считаю кого-то таким человеком. Когда я не бодрствую, возможно, даже в те времена, когда я не пребываю во Христе, у меня очень сложный характер. Братья, я очень порой бываю суровый, строгий, может быть, даже порой дерзкий. И я знаю, что некоторые братья, может быть, и сестры в церкви сталкивались с этим вопросом. Но вы знаете, вот когда, в те времена, очень часто так было, когда я был настроен кому-то что-то обязательно сказать, что он неправ, вот так был настроен, очень часто вот это мой порыв гнева, порыв моих эмоций, которые я не мог контролировать в результате того, что в этот момент я не был во Христе или не бодрствовал, очень часто этот порыв разрушался, а ваша любовь ко мне, когда вы в ответ не так же самое действовали, а когда вы в ответ принимали меня, прощали меня и действовали любовью в мой адрес. Это вот та форма, одна из форм служения любовью, когда мы можем друг к другу, даже без слов, показывать Христа, служить друг другу. И порой даже какой-то черствый брат или сестра, который уже долгие годы сидит в церкви, никого не любит, сидит ежиком, если мы будем все равно любить его или ее, и будем действовать любовью к нему в ответ на его вот эту вот колючесть, нас может быть настанет то время, когда он увидит, что мы в ответ не так же не являемся ежиками, как этот человек, и он познает Христа или вернется ко Христу и будет тоже иметь ту любовь в результате того, что он начнет пребывать во Христе. Но это касательно вот той служения любовью, а точнее соблюдения заповеди. Но мы с вами больше, когда разбираем вопрос вот эти дни о служении в церкви, мы больше, конечно, говорим об официальных каких-то служениях и о других дарах Духа Святого, которые позволяют нам служить в официальном служении. Ну, что я имею в виду? Я не имею в виду только там служение словом, служение пастырства, я имею в виду там служение по хозяйственной части, служение на кухне. Все служения, где не просто происходит соблюдение заповеди, а где происходит конкретно процесс жизнедеятельности церкви. Очень хорошо показывает превосходство любви над другими дарами первое послание к Коринфянам. Давайте с вами откроем. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Прочитаем с вами с 1 по 8 стих. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. 13 стих этой главы, последний. А теперь пребываю в сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И первый стих, следующая глава, 14. 14 глава, первый стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ну, и там дальше идет апостол Павел, показывает, Господь через апостола Павла показывает превосходство дара пророчества над другими дарами. Но я не хочу не на этом ваше внимание заострить, а на вот этом первом стихе, достигайте любви. Мы с братьями на братском разбирали вот эту главу, и вот этот стих первый, достигайте любви. И перевод вот этого слова, другие переводы, ну, и синодально не противоречит тому, что вот это слово, достигайте любви, подразумевается здесь, будьте гонимы любовью. Выше говорится о том, что любовь выше всех даров, абсолютно всех. И любовь находится на первом месте. И важно иметь любовь в первую очередь. А мы имеем, как мы с вами прочитали, мы имеем, если пребываем во Христе. Так вот, гонитесь любовью, будьте гонимы любовью. То есть, если вы хотите принимать участие в каком-то служении церковном, если Господь вам открывает эту возможность, показывает, что у вас есть дар, то причина, по которой вы должны служить, это должна быть любовь. В первую очередь, любовь ко Христу, во вторую очередь, ну, она исходит из любви ко Христу, любовь к церкви, любовь к телу Христову. Именно это должна быть цель вашего служения. Именно это, именно любовь должна быть причиной вашего желания служить. Помните такое местописание, кстати, оно тоже написано в первом послании Коринфянам, в девятой главе. Первое послание Коринфянам, девятая глава, двадцать четвертый стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Ну, это пример, как происходит на бегах, на каких-то спортивных соревнованиях, да? Соревнуются все, все стараются, но на пьедестале, на первом месте, либо один человек, либо одна команда, которая победила в финале, скажем так. И вот тут идет сравнение, и дальше, во второй части этого стиха, показывается пример, так бегите, чтобы получить. Вот бегите так, старайтесь так в своем служении, чтобы получить награду. Господь уготовил для каждого награду, во-первых, это то наследие, которое мы имеем, нетленное на небесах, но и есть награда для тех, кто хочет служить, старается в своем служении. Но смотрите, возьмем во внимание тот стих, о котором мы говорили, первый стих 14 главы, гонитесь любовью. Так вот, вот эти вот бега, вот эти вот стремления получить награду, это очень сложный процесс. В Господе он возможен, но он все равно сложный, и он возможен только тогда, когда вы находитесь вот в этих бегах, но гонитесь любовью. Если вы бежите для того, чтобы опередить других, чтобы быть лучше других, то вы не достигнете этой награды. Достигнуть вот того вот своего места, той своей награды, победить в этих соревнованиях, скажем так, да, ну, тут апостол Павел сравнивает, возможно только тогда, когда вы гонитесь любовью, когда любовь к тем, кто с вами рядом бежит, толкает на эти бега, на это служение. Гонитесь любовью, братья и сестры. Во Христе у нас, у всех есть дар от Господа, который превыше всех других даров, и это любовь, которая излилась в сердце наше, Духом Святым. И излилась она, чтобы мы служили этой любовью людям, а наипаче своим поверим. Это что касается вопроса, что Господь мне открыл, касательно вопроса служения любовью. Но также прозвучал второй вопрос в контексте этой темы, служение по мере сил, которые мы имеем от Господа. Служение по мере сил, которые мы имеем от Господа. Очень часто бывает так в жизни верующих людей, в моей жизни верующих, когда я уже стал верующим, была такая ситуация, когда у меня перестали появляться силы, когда мне те служения, в которых я участвую, перестали приносить радость. Что касается... Ну, мы говорим, да, с вами, что две формы есть служения. Ну, не то, чтобы две формы, это все одно служение, но я в контексте своей проповеди разделил на две формы служения. Служение любовью, соблюдение заповеди, любить ближнего своего, там все просто. Если вы во Христе, если вы любите Христа, тогда у вас есть эта любовь, и у вас есть, и вы можете этой любовью служить. Если вы видите, что у вас трудности происходят в вопросе любви к ближним своим, братьям и сестрам, то тут надо решать свой вопрос с любовью ко Христу. Потому что, если вы будете любить Христа, то у вас и будет та любовь, и вы сможете. Даже порой будет трудно, но Христос, если вы доверитесь Ему, поможет вам любить даже тех братьев и сестер, которые, по вашему мнению, ну, являются трудными. А что касается участия в официальных служениях церкви, да, вот в этих всех процессах, в том числе и, как я говорил, служения по хозчасти, служения на кухне, то человеку это участие в таком служении, ну, в любом таком служении, по силам. Если он полагается не на свои силы, а на силы Господа, это возможно, возможно полагаться не на свои силы, а на силы Господа, когда верующий, первое, живет верою во Христа, то есть пребывает в Господе, совершенно уповает на благодать Христову, принимает волю Господа относительно своего места в теле Христовом, гонится любовью, а не личными амбициями, собственной гордостью или попыткой что-то кому-то доказать, осознает, что это Господь Иисус Христос служит через Него, а не Он Сам. И также, возможно, служить в радости, по силам, которые дает Господь Иисус Христос, если человек, служащий, принимающий участие в служении, осознает, что вот тот труд, которым он трудится, это не он сам трудится, а это церковь в его лице трудится. Очень важно осознавать, когда мы где-то принимаем участие в каком-то служении, единство с церковью. Даже если мы одни в каком-то вопросе трудимся, да, и другие братья и сестры не принимают участие в этом процессе, ну, есть, да, такие служения, которые достаточны участия одного человека. Очень важно понимать, для того, чтобы не потерять те силы от Христа, которые у нас есть для служения, в том уникальном месте в теле его, которое он нам определил, очень важно понимать вот это единение с церковью, и что в моем лице трудится вся церковь, а не только один я вот такой хороший, а все другие не хотят. Когда в жизни верующего человека нет хотя бы одного из вышеперечисленных моментов, но он участвует в каком-то служении, то обязательно настает момент, когда собственные силы, амбиции и так далее заканчиваются, и человеку его служение становится не в радость, а в тягость. Так бывало в моей жизни, когда я шел против воли Господа, начинал принимать участие в каких-то служениях, которые, возможно, Господь мне не определил, или определил на короткое время. Когда я надеялся на свои силы, когда мне казалось, это я такой сильный, это я такой умный, это я такой хороший, что Господь мне позволил такому хорошему принимать участие в этом служении. И Господь по своей милости не позволял мне оставаться в такой ситуации, и были моменты в моей жизни, когда эти силы меня покидали, вот эти мои собственные силы, и я разочаровывался. У меня не было служения в радость. Поэтому, для того, чтобы служить, служить по мере сил, которые даровал нам Господь, очень важно вот понимать и осознавать то, о чем мы говорили, то, что мы с вами перечисляли. Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В контексте этого местописания, этой главы апостол Павел повествует о своей жизни, что ему в процессе служения пришлось пережить. И может быть, вот этот стих в контексте не относится вот к той теме, к вопросу, который мы сейчас разбираем, служение по мере сил от Господа. Но этот стих, он все равно показывает. Вот его можно брать отдельно, этот стих, и посмотреть, что здесь апостол Павел нам показывает. «Все могу». «Все могу». В слове «все» можно подразумевать «все могу», но важно, не «все могу», потому что я такой сильный, всемогущий, а «могу», когда я пребываю во Христе, который меня укрепляет, который дает мне силы для моего участия в служении и вообще для моей жизни, для того, чтобы я делился любовью с ближним. «Все могу», укрепляющий меня Иисусе. Братья и сестры, если пребудем во Христе, который нас укрепляет, тогда в нас будет Его любовь. И мы, гонимые этой любовью, сможем служить нашему Господу, Иисусу Христу, и сможем служить друг другу. Аминь, помолимся. Господь Иисус Христос, слава Тебе и благодарность за то, что Ты излил в души наши, в сердца наши, Духом Своим Святым, любовь, которую мы имеем по причине Твоей любви к нам, которой Ты нас возлюбил еще когда мы были грешниками. Господь, помоги нам пребывать в Тебе, взирать на Тебя, любить Тебя всем своим сердцем, всем своим разумением, для того, чтобы мы этой любовью могли служить друг другу. И чтобы мы этой любовью были гонимы в вопросах нашего совместного служения, совместного участия в жизнедеятельности Церкви. Слава Тебе, наш любящий Господь Иисус Христос. Аминь. 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 Продолжение следует...